Всем спасибо. Всем спасибо, что пришли на вебинар. Будем начинать. Меня зовут Косов Андрей. Я менеджер по продукту в компании Овен по программируемым реле. Занимаемся мы программируемым реле в компании. Сегодня речь пойдет о нашей новинке. У нас она на прошлой неделе вышла. Это программируемое реле в PR-100. Изначально я хочу напомнить вам о нашей линейке. И потом мы остановимся более подробно на новинке, на PR-100. Для начала регламент. Время я у вас много не займу. Семинар я вебинар забронировал с 11 до 12. На самом деле мы должны справиться быстрее. Я думаю, что в 11.30 мы уже освободимся. Вопросы задаем в чат. Я буду стараться по ходу отвечать. Если на какой-то вопрос я не смогу оперативно ответить, у меня здесь есть подстраховка. Сергей Никита – это инженер по программируемым реле. Он вам подскажет в чате. Ну и я продублирую. Ну что, тогда поехали. Линейка программируемого реле до мая 2019 года представлена была четырьмя приборами. Это PR-110 с дискретными входами и выходами. Это PR-114 с добавлением уже аналоговых входов и выходов. Это флагман у линейки PR-200. Я думаю, что многие с ним уже знакомы с операторским интерфейсом и рядом особенностей. И PP-120 тоже на базе PR-200. Тоже в линейке программируемого реле. Сейчас линейка представлена уже пятью приборами. И появился прибор PR-100. Я вот так его разместил между PR-114-50 и PR-200. Ну и сейчас расскажу вообще, что это такое. PR-100 – это компактное программируемое реле для локальных задач автоматизации. То есть оно, вообще программируемое реле, было выпущено на замену 110 и 114 на новой элементной базе и с обновленным функционалом. То есть это было выпущено для тех задач, которые покрывали 110 и 114, ну и с добавлением еще дополнительных задач, о которых я чуть дальше расскажу. Вот. И вообще, что это такое? Это прибор самой компактной в линейке. То есть у него в корпусе, так, сидит Джон и говорит, что нет звука. Нам тут поддержка говорит, что нужно перейти по ссылке вот чуть выше. Да, вот. Вот здесь нужно посмотреть. Спасибо. Вот. Ну давайте вернемся. Вы, если у вас пропадает звук, пишите, да, вопросы сюда, буду отвечать. Вот. Самое компактное программируемое реле. То есть 12 или 20 каналов ввода-вывода прибора помещается в корпус 5-1. Ну это такой корпус, вот, например, как у наших ПРМ, если кто знает, модуль расширения. То есть 20 каналов ввода-вывода размещены в 5-автоматном корпусе ПР-100. И, соответственно, вот, ну чтобы не быть голословным, по сравнению 20 каналов ввода-вывода ПР-110 и 20 каналов ввода-вывода ПР-100. Ну и вот здесь вот так для сравнения тоже ПР-110, ПР-100 и ПР-200. Просто чтобы было понятно, как они выглядят внешне и какие у них размеры, чтобы было наглядно. Ну и видно то, что у нас ПР-100 теперь можно крепить в автоматных щитах. Пластиковых, там, дешевых автоматных щитах можно запросто крепить. ПР-110 и так крепить уже нельзя было. Ну и точно так же, как и ПР-114. То есть это одно из тоже таких первых отличий. Это все-таки корпус. Виктор Кляузер, еще раз, если вы только подключились, пройдите по ссылке. Вот я прикрепил ссылку. Ну, техподдержка говорит, что, возможно, если вы сайта просматриваете, то, возможно, проблемы со звуком. Вот с вашей стороны вот ссылку на вебинар мы прикрепили здесь. Вот. Ну, давайте тогда продолжать. Сейчас немножко хочу остановиться на применениях. То есть, как я и сказал, то, что ПР-100 у нас выпущен на замену уже предыдущей старой линейки ПР-110 и ПР-114. Соответственно, он и призван заменить их в задачах. Ну, первое и самое, наверное, главное применение – это применение в управлении насосом. То есть, у прибора есть дискретные входы, у прибора есть дискретные выходы. У прибора есть логика. Управлять насосами. Вот здесь вот нарисована подающий насос и датчик, поплавковый датчик уровня. Вот. Ну, это не все основные преимущества. Первое преимущество – это наличие аналоговых входов 4,20 мА либо 0,10 В у ПР-100. То есть, их может быть 4 входа для подключения, например, датчиков давления, сигналов по обратной связи от частоты преобразователей и так далее. Вот. Это первый момент. Второй момент – это наличие часов реального времени для управления, допустим, на работе насосом. То есть, один насос работает один день, до 12 ночи, там, второй день работает другой насос. Часы здесь встроены по умолчанию. Не нужно заказывать отдельные модификации, часы встроены. Следующий момент – это температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 55 градусов. То есть, прибор можно использовать в неотапливаемых помещениях, ну, либо в слабоотапливаемых. И вообще в шкафах на улице, да, минус 40 градусов. Ну, и следующий момент – это программный момент. Это база макросов, которую мы будем постепенно расширять, она сейчас расширяется, для управления также насосами и не только для насосами. Допустим, у нас сейчас наполнилась база макросов, макросами для вентиляции, например. Следующим моментом – это идет у нас управление станками. Небольшими станками, где есть от 12 до 20 каналов водовывода. Это как создание новых станков, очень удобно, опять же, благодаря корпусу, ну, и наличию дискретных аналоговых водовыводов. Это модернизация старых станков. И, ну, почему удобно использовать PR-100 для таких систем и чуть удобнее, например, чем PR-110 либо PR-114. Ну, это первое, что компактный корпус и маленькие щитки на небольшие станки он удобно будет помещаться. Это удобный монтаж, удобный монтаж и удобная эксплуатация. Во-первых, у нас съемные клеммы, как на наших, например, PR-200. Это быстрая замена батарейки. Вот передняя крышка PR-100, если вы посмотрите на прибор, она открывается вверх, и можно быстро заменить батарейку, не доставая прибор из шкафа. Вот. Ну, и, опять же, станки бывают и часто расположены в неотопливных помещениях. Это температурный диапазон, опять же, от минус 40 до плюс 55 градусов. Это, опять же, необязательно могут быть станки, насосы. Это может быть освещение. Опять же, также PR-110, 114 использовались. Это, опять же, различные механизмы, упаковка и так далее. Вот. Еще одной из особенностей прибора – это возможность использовать его, этот прибор, в мобильных установках. То есть, в мобильных передвижных установках – это компрессоры, например, это дробилки, это, ну, любые передвижные установки. Почему? Ну, это, опять же, все тот же температурный диапазон эксплуатации. Это возможность питания от бортовой сети автомобиля до 12 вольт. У прибора с питанием 24 вольта диапазон питания расширенный – от 9 до 30 вольт питания. И прибор можно запитать от 12 вольт. Точно так же, как и входы и выходы прибора можно запитать от 12 вольт. Ну, и, опять же, компактность, она здесь тоже важна. Прибор можно и удобно будет установить в маленькие щитки. Это, что касается особенностей PR100. И я думаю, что всем хотелось бы посмотреть по характеристикам с предыдущими приборами, то есть 110 и 114. Сравните. У меня здесь есть табличка по характеристикам 110, 114 и 100. Ну, первое, что – это количество входов выходов. На PR100 и PR110 – это, в зависимости от модификации, 12 входов выходов, либо 20. Ну, и в PR114 по умолчанию всегда 20, только комбинация меняется. Идем дальше. Даличие аналогов кода на борту. Аналоговые входы 4,20, либо 0,10 вольт. Кстати, эти аналоговые входы могут работать в режиме дискретно. Вот, опять же, мы видим, что у PR100 эти аналоговые входы на борту есть, но мы о них уже говорили. Второй момент – это USB для программирования. Еще мы про него не говорили. Для программирования PR100 у нас идет стандартный разъем microUSB, он находится под крышкой. Открыли, загрузили программу, и все довольны. Причем, подводить питание прибору не обязательно. Прибор будет питаться от компьютера. То есть, от 5 вольт по USB кабелю он будет запитан. Нет, Дмитрий спрашивает, наверное, mini USB? Нет, здесь, на этом приборе уже microUSB. Мы переходим на microUSB, и на всех новых приборах у нас будет microUSB. И как и на EPP120, на PR100, и на последующих уже приборах будет microUSB. Ну, идем дальше. Это автоматный компактный корпус. То есть, можно крепить автоматные щитки. В предыдущей линейке к цеплению нельзя было. И я тоже очень часто слышал, что не падал выбор в сторону 110-114, потому что неудобно крепить было. Второй момент – это температура эксплуатации. Если у PR110 и 114 – это от минус 20 до плюс 10,5, то у PR100 – это до минус 40. Далее, это возможность питать бортовое питание автомобиля 12 вольт, расширенный диапазон. И объем программ. Вот то, на чего мы добрались, то, что PR100 значительно мощнее, чем PR110. То есть, ну, во-первых, можно писать более сложные программы, более сложные алгоритмы. Причем сложность имеется не в виду то, что это сложно написать, а просто будет задача более функциональная. Второй момент – это при написании программы не обязательно задумываться о том, как бы мне все это дело оптимизировать, у меня не хватает памяти. Здесь, скорее всего, такого вопроса даже не будет возникать, потому что около 500 – это, понятное дело, что приближенная цифра, в зависимости от какого функционального блока, 500 плюс-минус функциональных блоков можно использовать на этом приборе. Вот. Вопрос от Васенина ЕП. Связь с ИПП-120. Сейчас в PR100 вышли 4 модификации, я о них чуть позже дальше расскажу. Вышли 4 модификации без RS-485 на борту. С RS-485 выйдут модификации, я планирую где-то к концу лета. К концу лета должны выйти, может быть, модификации с RS-480. И это будет отличная связка с PR100 плюс ИПП-120, если вот нужно выносить панельку надверстищих. Но об этом тоже я уже буду рассказывать уже на следующем вебинаре, наверное, в конце лета скажу. Ну, давайте продолжим. Мы остановимся на том, что объем программы значительно больше, чем в PR100. Это тоже говорит о том, что можно использовать для новых задач в том числе. Вот. Следующий момент — это у нас энергонезависимая память. Например, для уставки, для температуры, неважно. Это энергонезависимая память для счетчиков, допустим, сохранения значения счетчика после отключения питания, там, наработка оборудования. То есть, ну, если так посмотреть, то PR100 значительно функциональнее, чем PR110 и функциональнее, чем PR114. Вот. Следующий момент у нас идет — это встроенные часы реального времени. Если в PR110 и PR114 нужно было задумываться, какую модификацию купить, что, какую модификацию заказать, как ее подобрать, то есть с часами, без часов, что там нужно указать, букву Ч не нужно, заказали друг без буквы Ч, а часы, оказывается, нужны, то здесь об этом думать не нужно. Здесь, как и в PR200, часы всегда встроены. Опять же, замена батарейки быстро, она, вот, не нужно вскрывать корпус, просто открыли крышку, открыли, она откидывается вот так, и быстро заменили батарейку. Тоже очень удобно. Ну и съемные клеммы я здесь не указал. На PR110, PR114 клеммы тоже съемные, но они их снимают чуть дольше, чем на, и менее удобно, чем на PR100. PR100 драйвер есть. Сидевчон, если драйвер PR100, да, PR100 драйвер есть, он у нас играет на сайте уже давно. Как появилась страничка, там лежит драйвер для PR100. Ну, сейчас я немножко хочу теперь остановиться по модификациям, чтобы понять, какие модификации у нас есть, какой у них набор функционала, и какая цена. Да, Михаил, цена будет чуть дальше. Глобально Валерий Ибликанов спрашивает, эксплуатация на автомобиле возможна. Я так понимаю, что это вопрос. По питанию, температурному диапазону, по питанию входа, да, прибор может быть запитан от 12 вольт постоянного тока. По таким характеристикам, как виброустойчивость, я сейчас провожу исследование, пока не могу сказать виброустойчивость. Если у вас есть какие-то данные по этим, я бы хотел, чтобы вы мне написали на почту. Я в конце дам свою почту. Можете мне написать. По модификациям. Давайте вернемся к модификациям. Модификации глобально делятся, ну, скажем так, на два вида. Первое, это модификации на 230 вольт. Модификации на 230 вольт, они, опять же, в свою очередь, тоже делятся. На 230 вольт питания. Это 12 каналов водо-вывода. Это модификация, вот она, PR100, 230. Значит, 230 вольт у нас идет питание входов, 230 вольт идет питание приборов. Далее идет 08-04. Это говорит о том, что у нас 8 дискретных входов, 4 пролейных выхода. И модификация 0.1 говорит то, что у прибора только дискретные входы-выходы. Второй момент, это модификация, опять же, на 230 вольт, но уже 20 каналов. Здесь идет отличие только в цифрах 1208, то есть у прибора 12 дискретных входов в ДФ и 8 уже дискретных выходов реле. Это что касается модификации на 230 вольт. То есть на 230 вольт есть два прибора. На 12 и 20 каналов водо-вывода. Входы и выходы прибора только дискретные. Прибор питается, и входы питаются от 230 вольт переменного напряжения. Поддержка энкодера, нет, поддержки энкодера сейчас нет, но вообще возможность такая на ПР-100 мне в нашей спеце говорят, что такая возможность есть. И возможно она будет добавлена в дальнейшем. Потому что есть возможность, опять же, пока нет, но в дальнейшем будет возможность вместо реленых выходов вставить транзисторные ключи. И тогда уже будет, скажем, ну, целесообразно использовать энкодерный вход. Пока нет. Так, Степан, лучше два. Два энкодерных входа вы имеете в виду, да? Ну, хорошо, здесь еще будут проводить. Я думаю, что точно не один. Скорее всего, от двух до четырех. Но это будем уже дальше смотреть, пока этого нет. Алексей Владимирович спрашивает. Алексей Владимир, прошу прощения. Как запрограммировать внутренние и внешние сигналы ПРА на выдачу в АСУ ПРС-485? Инструкция, мануал. Я так понимаю, что вопрос касается ПР-100. В ПР-100 сейчас нет интерфейса в АСУ ПРС-485. Поэтому пока ПР-100 никак не получится запрограммировать для выдачи сигналов по АСУ ПРС-485. Что касается ПР-200, то как работать с РС-485 у нас есть в руководстве пользователя на ОВИН-Лоджик. Это есть в ОВИН-Лоджик справки. То есть это на сайте у нас на страничку ОВИН-Лоджик точно должно быть. И на страничке ПР-200 должно быть. Это описано в среде программирования, где это и делается. Ответил на вас вопрос, Владимир? Да, спасибо за вопрос. Так, Сергей Репин спрашивает, а налоговых выходов не будет? На приборах ПР-100 аналоговых выходов не будет. Это, ну просто чтобы понимали, это будет простой прибор для простых задач. Ну, рядом там фишек типа налоговых входов. То есть это обновление линейки ПР-110-114 с добавлением нового функционала. Вот, и, соответственно, с расширением спектра задач. Это первый момент. Но аналоговые выходы будут уже на других приборах. Скажем так, на старших братьях. Если сейчас у нас есть ПР-100, то следующим прибором у нас будет, тоже планируем в этом году выпустить, это ПР-102. ПР-102 будет иметь 40 уже каналов ввода-вывода. Будет иметь возможность расширения модулями расширения ПРМ. Будет иметь, как и ПР-200, опять же, до двух ПРС-485 на борту. Но прибор будет тоже без экрана. Вот. Я так понимаю, в осеннем ГИП спрашивает возможно подключение дополнительных входов-выходов, как ПР-200. Вот сейчас к модулю расширения пока, точнее не пока, ПР-100 их не будет. Они будут в дальнейших приборах. Это ПР-102, ПР-103. Рейс-485, когда будет на борту ПР-100, то ПР-100 будет работать в двух режимах. Это режим мастер и режим слейд. И ПР-100 можно будет подключить, ну, допустим, модуль расширения. Наш МХ, например. Можно будет подключить ИПП-120. Ответил на вас вопрос. В осеннем ЕПР. Ну, я так понимаю, что ответил. Александр Колесников спрашивает, а ШИМ 1 кГц? Сейчас у прибора нет транзисторных ключей, поэтому ШИМ 1 кГц нет. Скорее всего, будет ШИМ порядка, наверное, 500 Гц. Про ПР-102. Мы когда произведем первую опытную партию, она планируется вот-вот, я выложу информацию, ну, во-первых, на наш форум. Заходите на наш форум. Это первый момент. Второй момент, скорее всего, выложу информацию на нашей группе ВКонтакте. Пока что будем на этих площадках размечать, пока прибор не будет у нас уже готов для производства. Ну, соответственно, во всех там наших вебинарах про ПР-102 уже буду начинать рассказывать и показывать, что это такое и как это выглядит. Поэтому, ну, следите, во-первых, за форумом и подписывайтесь на группу ВКонтакте, там будут информации. Ну, давайте дальше. Модификации на 24, модификации на 24 вольта. Они также делятся на 12 и 20 каналов входа-вывода. Но здесь набор входа-выходов уже немного другой. То есть у нас опять смотрим на модификацию ПР-100-24 вольта. То есть питание прибора 24 вольта, питание входа в 24 вольта. 8 входов, то есть это говорит о том, что 0,8. И входы у этого прибора, 4 дискретных входа, 4 аналоговых входа. И аналоговые входы могут приобработать в режиме дискретных. И 4 релейных выхода. И 0,3 опять же говорит, что в модификации есть аналоговые входы. 4,20, 0,10 вход. Ну, и то же самое с 20 каналами. Тоже 4 аналоговых входа на бар. Что касается цен. То приборы на 12 каналов, то есть модификации 0,8, 0,4, будут стоить с НДС 4200 рублей. Модификации на 20 каналов 5520 рублей. То есть тоже можно посмотреть, что прибор остался в том же ценовом диапазоне, что и ПР-110 и значительно бюджетный, чем ПР-114 по цене доступный. С рядом значительных преимуществ, удобства. В общем, с новым функционалом, обновленным. Ну и так, в целом подвести итог. Это вот табличка с входами. Ну, чтобы так вот, может, отложилось в памяти. То есть на 12 каналов входа-вывода это 4200 рублей, на 230 и на 24 вольт питания. И на 20 каналов 5520 рублей. Ну и подвести итог, что ПР-100, наш вышедший, покрывает более широкий спектр задачи, чем ПР-110. Он просто в использовании, просто в эксплуатации. Не нужны никакие программаторы, подключили микроизды. Кабель без питания загрузили. Это компактно, это у прибора компактный 5-динокский корпус автоматный. Удобная крышка, съемная для съема батареи, съемные клеммы. И по цене вот это доступно. Я думаю, что вы все посмотрели, вы уже убедились, что это самая доступная цена сейчас будет. Ну, сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Вот здесь я приложил почту, если у вас какие-то предложения, какие-то вопросы личные, вы можете мне написать. И я с удовольствием отвечу. Если есть какие-то вопросы вот здесь и сейчас, я также с удовольствием отвечу на вопросы. Поэтому пишите, задавайте. Может, я что-то упустил, не договорил. Все может быть. Поэтому жду вопросов. Да, Дмитрий, вот как раз сейчас я это прорабатываю. Я вот чуть ранее говорил, испытания по работе с автомобильным генератором пока нет. Пока такого мы не проводили, но будем. Нагрузка на выходные реле, Владимир спрашивает. Это стандартные наши выходные реле 5 ампер, 240 вольт и 3 ампера, 30 вольт постоянного. Это наш стандартный реле, как и на ПР-200, 110, 114. Спасибо за вопросы. Еще у кого какие вопросы? Еще тоже хочу сказать, что у нас вышла бета-версия OIN-Logic. Опять же, я тоже информацию на форуме уже разместил еще на той неделе. Один из основных функционалов, который был добавлен, это первый этап по онлайн-откладке. Сейчас можно в среде OIN-Logic посмотреть в реальном времени, что происходит на программированном реле. Сейчас это пока первым образом добавлено на ПР-200. Это первый момент. И второй момент, что это будет чуть позже добавлено на ПР-100. И позже у нас будут такие моменты, как пошаговая остановка, редактирование параметров. Михаил спрашивает, датчики тензометрии к ПР можно подключить? Напрямую к ПР пока подключить? Ну, не пока, а подключить нельзя. Можно подключить через модуль расширения. Вот Геннадий подсказывает, да, вот у нас есть модуль ввода-вывода для тензодатчиков. Как раз со ссылочкой. Спасибо. И так используются эти модули тензометрии. Опять же, эти модули тензометрии используются с ИПП-120. Тоже один из, это модуль тензометрии, модуль дискретного входа-выхода и ПК-120 прекрасными управления. Точно так же можно будет использовать и с ПР-100. Есть ли возможность, вот Александр, напишите мне этот вопрос по поводу пятой приемки. ТУ на изделие, конечно, есть. В руководстве по эксплуатации тоже указано. Класс по IP, IP стандартный 20. Евгений спрашивает, преобразователь интерфейса RS-485 в Ethernet планируется? Этот больше, конечно, вопрос у нас для отдела, который занимается свободно программированными устройствами. Вот, честно сказать, пока, по-моему, нет. Пока, по-моему, нет. Но я думаю, что все возможно. Сейчас, скорее всего, нет. Вот так вот. У нас будет Ethernet порт, кстати. Про Ethernet порт на ПР, это будет на ПР-103. То есть ПР-100, о котором мы сейчас говорили, ПР-102, о котором я говорил, что выйдет в этом году. С RS-485 и модулями расширения, и восьми аналогами выходами, и аналогами выходами универсальными. И ПР-103, это будет тоже прибор из этой же линейки, со всем тем, что я описывал раньше. ПР-102 и еще добавится Ethernet. Чуть позже. Вот. Еще у кого какие вопросы? Да, в осеннем ЕП спрашивают выходы разъяснительных планов. Да, в планах есть. И, скорее всего, мы их добавим, но позже. Но позже. В общем, друзья, если сроки поставки ПР-100... Да, сейчас у нас сроки поставки до 10 рабочих дней. Александр Цветков, по пятой приемке, напишите мне на почту, почта вот у меня написано. Сроки поставки сейчас... Ну, у нас стоят до 10 рабочих дней. Ну, у нас сейчас пошел шквал заказов. Мы готовились к шквалу, но он прям... Прям очень-очень много сейчас пошло заказов, поэтому до 10 рабочих дней сейчас стоит. Еще вопросы, друзья. Вячеслав задает вопрос. Ethernet и RS-485 в одном устройстве будет? Да, это будет... Первый прибор, это будет PR-103. У него будет Ethernet и RS-485. То есть Ethernet будет идти по умолчанию, а RS-485, скорее всего, будет в зависимости от модификации. Даже, по-моему, до 2, я считаю, RS-485. Владимир задает ресурс выходных реле. Опять же, выходные реле стандартные. Там при нагрузках, по-моему, 100-200 тысяч циклов, это если электрический ресурс реле, при 240 вольт 100 тысяч циклов, при 3 амперах 30 вольт постоянного, это 200 тысяч циклов. А так, понятное дело, что, скорее всего, он будет больше, потому что будут всегда такие нагрузки. Возможности бета-версии OvenLogic будут совместимы с PR-200 2018 года, Денис спрашивает. Да, конечно. OvenLogic всегда будет поддерживать приборы PR-200, даже произведенные в 2015 году. То есть идет поддержка всех приборов. Геннадий будет помогать, говорит, что 500 тысяч переключений. Но, опять же, все зависит от нагрузки. Александр спрашивает сроки выхода PR-102 и PR-103. Ну, вот ориентировочно я говорю то, что PR-102, если все хорошо, то должен выйти осенью. С PR-103 я пока точно сказать не могу. Опять же, изначально мы планировали тоже на осень. Но как пойдет? Пока что точно, вот, более точно не смогу сказать. Более точно будет известно вот летом. Ближе, наверное, к концу. Мы вот сейчас выпустим первую опытную партию в ближайший месяц. То есть, во втором, если все хорошо. И будем раздавать на тестирование, поэтому следите за форумом. На форуме я тоже выложу информацию как и по бета-тесту, так и по, вообще, по этому прибору. Его основные характеристики. Ну что, друзья, спасибо тогда всем за активное и очень даже активное участие. Всем за то, что вы пришли. Пишите мне на почту, если у вас есть какие-то вопросы. Я тогда с удовольствием отвечу. Вячеслав задает вопрос по поводу создания функциональных блоков и лоджик в отдельных средах. Пока нет. Пока что нет. Но по поводу текстового языка мы еще думаем. Добавление. Возможно, будет язык встать. Добавлю. Возможно, все подобные. Будем проводить исследования. Спасибо за вопрос. Ну что, друзья, тогда спасибо. Я на почте буду ждать ответов. Точнее, вопросов. И буду задавать вопросы, и тогда уже буду ждать ответов. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Продолжение следует.